Жизнь и время Карла Чапека. В областной библиотеке открылась выставка, посвященная одному из самых известных чешских писателей 20 века. Главную экспозицию предоставило чешское консульство, остальное дополнили из библиотечных фондов. Он придумал средства макрополоса, роботов и войну с саламандрами. Чешский писатель Карл Чапек получил широкое признание при жизни. Его очень разных по характеру работах соседствует реалистическое описание, тонкий юмор и дар художественного предвидения. Считают, что он предсказал Вторую мировую войну в одном из своих произведений и, как убежденный антифашист, способствовал становлению европейских ценностей. Поэтому выставку организовали не просто так, а к государственному празднику Чехии – Дню борьбы за свободу и демократию. То, что сегодня называем европейскими ценностями, вот это уже описывал господин Чапек в своих книгах, именно что касается смысла для демократии и другие ценности. Уникальные материалы из чешского консульства знакомят с многогранным талантом Чапека – журналиста, писателя, фотографа и философа. Их дополнили коллекцией документального фонда областной библиотеки. Здесь есть издания 50-х и 60-х годов, но практически нет современной литературы из стран бывшего соцлагеря. Говорят, Чапек и спустя годы – фаворитах читательских симпатий. Это вообще-то своеобразная личность. Если посмотреть на его творчество, можно там найти даже какие-то маленькие нюансы, которые касаются нашей теперешней жизни. Особенно если касается рассказов совершенно маленьких, юмористических. Действительно, читаешь и вроде бы видишь, вот он образ здесь. Очень хорошая фантастика у него. Так что я думаю, что просто жаль, мы не умеем этого пропонировать. И, честно говоря, думала, наши чешские друзья сегодня привезут нам что-нибудь именно из произведений Карла Радчапека, изданных там, в Чехии, в нынешнее время. Ну, увы, не состоялось. Из посольства в библиотеку привезли не только экспозицию, но и путеводители по Чехии. Пожелания библиотекарей, говорят, услышали, обещают. В следующий раз обязательно подарят современную чешскую литературу. Продолжение следует...